Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза или очередной разбор билетов близнецов? Повторюсь в сотый раз, но тем не менее, вопросы близнецы очень часто становятся причиной отрицательного результата сдачи экзамена в ГИБДД. Да, опыта у начинающих водителей мало и нередко они пытаются решать билеты, просто запомнив рисунок и поставленную задачу. А рисунки и задачи нередко подобные, но при этом имеют противоположные ответы. Итак, давайте рассмотрим очередных топ-5 пар вопросов близнецов. Перед нами третьи вопросы второго и двадцать седьмого билетов. Рисунки настолько одинаковые, что легко и просто могут ввести в заблуждение. Улица, заборщик, голосующий человек. Но на самом деле задачи и дорожная обстановка разные. Разрешено ли вам произвести остановку для посадки и высадки пассажира, спрашивается во втором билете. На данном участке дороги установлен знак 3.29, запрещающий нам стоянку по нечетным числам месяца. Мы же с вами, совершая посадку пассажира, выполняем только остановку, которой данный знак никакого отношения не имеет. Соответственно, можно подобрать пассажира без проблем, ничего при этом не нарушая. А вот для решения двадцать седьмого билета нам необходимо разобраться, кому разрешена остановка в этом месте. Необходимо обратить внимание на наличие знака 3.27, остановка, запрещена. Знак, как и большинство запрещающих знаков, имеет исключение, но не в этом случае. Знак 3.27, остановка, запрещена, не распространяется только на маршрутные транспортные средства, при условии, что в данном месте организована остановка маршрута. Раз этого исключения на данном рисунке нет, то остановка запрещена всем на 100%. Вторая на сегодня пара вопросов близнецов. Это вопросы, связанные с реверсивной полосой, только с одной стороны обозначенной разметкой 1.9. Перед нами пятый вопрос восьмого билета и шестой вопрос тридцать второго билета. В обоих случаях у водителей возникает огромное желание оберегить впереди идущий грузовой автомобиль по соседней полосе. Но не у всех есть такая возможность. Как я уже говорил, слева от водителя находится реверсивная полоса. Только с одной стороны обозначена разметкой 1.9, но определена она как реверсивная, благодаря реверсивным светофорам. В тридцать втором билете все легко и просто. Заезжать на реверсивную полосу при запрещающем сигнале светофора запрещено. А вот как быть с реверсивной полосой, над которой светофор выключен вообще? Правила запрещают выезжать на реверсивную полосу при выключенном сигнале светофора при условии, что полоса обозначена с обеих сторон разметкой 1.9. В нашем случае такие ограничения на нас не действуют, а значит имеем право перестроиться, преодолевая прерывистую линию разметки 1.5, но только на соседнюю полосу. Следующая, третья пара вопросов-близнецов поверяет нас на знание запретов и ограничений, предъявляемых движению задним ходом. Это девятые вопросы 19 и 34 билетов. Два весьма похожих участка дороги и задачи, поставленные перед водителями, одинаковые. Но ограничения на движение задним ходом разные. В 34 билете водитель пролехал свой въезд во двор и решил прокатиться задним ходом по остановке маршрутных транспортных средств, что в свою очередь правила недорожного движения запрещает. В 19 билете остановки для маршруток нет, но дорога обозначенная знаком одностороннее движение. И это вводит учащихся автошкол в заблуждение. Дорога с односторонним движением не запрещает движение задним ходом. Просто в этой ситуации мы должны, как и при любом движении задним ходом, убедиться, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам дорожного движения. Следующая, четвертая пара вопросов-близнецов проверяет нас на знание запретов и ограничений при выполнении разворота. Перед нами девятые вопросы 8 и 33 билетов. Имея большое желание развернуться в 8 билете, мотоциклист может это сделать без проблем и до перекрестка, и на самом перекрестке. Знак 3.18.2 запрещает нам только поворот налево. К развороту претензий он не предъявляет. Соответственно, можем развернуться по любой из указанных траекторий. А вот ситуация 33 билета иная. Знаки подбуждают нас об окончании дороги с односторонним движением. Но, тем не менее, дорога с односторонним движением заканчивается где-то там на перекрестке. До перекрестка дорога еще односторонняя. И поэтому, по какой траектории мы бы не развернулись на перекрестке, до перекрестка или после перекрестка, мы все равно в итоге окажемся на встречке, нарушая тем самым правила дорожного движения. Разворачиваться в этой ситуации запрещено вообще. И в заключении еще два весьма похожих рисунка из билетов. Это задача 15-я из 11-го билета и 14-я, 10-го билета. Слева к нашему перекрестку приближается трамвай, справа грузовой автомобиль. Мы с вами намереваемся проехать перекресток в прямом направлении. Должны ли мы уступить дорогу или имеем преимущество в движении? В 10-м билете дорогу уступаем обоим участникам дорожного движения. Перед нами нерегулируемый, равнозначный перекресток. Трамваю уступаем потому, что он трамвай и находится на равнозначной с нами дороге. А вот от грузовика получаем помеху справа, значит тоже уступаем дорогу. В 14-м билете желтый, постоянно мигающий сигнал светофора, знаки приоритета не отменяет. Он просто указывает на то, что перекресток нерегулируемый, но с наличием главной дороги, по которой мы с вами как раз и движемся в прямом направлении. Оба участника дорожного движения и трамвай, и грузовой автомобиль должны были бы видеть перед собой знаки «Уступи дорогу». И соответственно обязаны уступать дорогу нам. Они ждут, мы едем. Соответственно мы преодолеем этот перекресток первыми. Ну вот на сегодня и все. В вопросах близнецах нет ничего сложного. Главное внимательно разобрать дорожную ситуацию и детально разложить все по полочкам. И тогда с близкими близнецами проблем у нас не будет. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!